МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удел у реализации проектов при патрымце международных структур. Учим, после наведывания Рогачевского района, Яширас Пираканаусе, Алексей Цироу. Удел у проектах, які финансуються за кошт Евросоюза и Организации Объединенных Наций для Рогачевского района одночасовая и макчимость реализации мясовых инициатив и притягнение инвестиций. Только летать тут отримали каля 1 млрд 700 млн рублев. Значный участок этих сроков накеровали на набытье обсталевания и костюмы для творчих коллективов. У Вогули такое супрасовненство на Оргачевщине протягивается не первый год, причем вельми поспехово. У рамках проекта «Свет информации, культуры и творчества для усих», например, в Презборовском сельском доме культуры створили один и в Белоруссии экологичный музей тайных гаючих рослин, обеяких Антонина Воронцова, загадчик СДК и одночасово неофицийный директор музея, дарящий медик по профессии, ведая, сдается усе. Вы пришли к растению с чем? С добром, потому что оно чувствует человека. Если ты пришел с добром, и ты к нему обращаешься, и берешь его, и срываешь, оно во столько раз отдаст себе добру преумноженное. Об эковых рослинах у музея могут рассказывать годинами, и как сбирать, и как нарыхтовать, и в каких выпадках уживать. Хоть только в этом не обнаживались и продумали концепцию эко-музея, да, дроби зел. У речи потенциального туриста, неопонятно затекавить еще и нечем незвычайным, по великим рахунку подаровать веру в суд. Это нехай и несоправдное, а ли все-таки папа раскветка, а тому необходимо загадать ожидания и зарабить крок наперед. Все, теперь обовязково сбудется, и для этого нема необходимости чекать купальскую ночь. В плане реализации инициатив населенства, Рогачевский район на Гомичине сярует самых активных. Только в одной весты Лучин при финансовой потребции международных структур ожитивили одразу четыре проекты, начинающие от организации фестиваля «Грай-гармоник», доведение сборников, истории вестки и местовых жахарах, сирот-проекты, реализация которых зараз подчиняется, в рамках новой программы развития организации объединенных наций, укоронение сродков супротивопожарной безопасности в Рогачевском газгасе и научение населенства способом коллективной и индивидуальной обороны местовыми воротовальниками. Международные программы и идут навстречу таким инициативам для того, чтобы дополнительными своими средствами помочь людям решить какие-то проблемы, для них жизненно важные в любых сферах. Алексей Тюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Рогачевский район. На передо дни дня милиции гостям программы «Задай пытание уладзе» на охвалях Радио «Гомель плюс» стал намесник начальника управления внутренних справ гомельского облыканка Мандрей Серафимович. У промым эфиры он распавел об приемной кампании у высшейшей навучальной установы системы Министерства внутренних справ, якая худка стартуя. Бабо для его слов, потребования до кандидатов у милиционеры постоянно повышаются. До поступления варты рыхтоваться уже зараз. Приемная комиссия пачнуть працу у красавику. Дареча, у лику абитуриента у опошнях годы становятся все больше представниц прихожей половы человечества. Уже сёня каждый десятый супрацовник милиции Гомельщины гэта минавита девчина. Разом с тем, у рады милиционеров сёня принимают и безвышейшие адукации. Такие, как правило, пополняют сержантский состав. При этом удалейшем я не маюць макчымасти тримать юридычную адукацию в системе Министерства внутренних справ бесплатно и удалейшим различывать на карьерный рост. Уникальная творчая падея отбылася у Гомелли. Представники шведской культурной организации Шэя Мьюзык Свідан провели мини-курс по музыце и танцах для гомельских детей и молодых с обмежеванными макчымастями. Выник трёхдзённого тренингу незвычайный для нашего города спектакль. У рамках беларуско-шведского проекта «Софит» подобные инклюзивные творчые майстер-классы проходят у Беларуси уже другий год. Накерованы они на поддержку и умоцованию макчымасти людей с инвалидностью при допомозе мастацких сродков. Подчас таких майстер-классов у музыканта и хореографа шведской культурной организации Шэя Мьюзык Свідан разом с беларусами распрацовывают концепцию творов и разом реализуют ее. У праце выкористовываются инновационные музычные инструменты и компьютерные приложения. Дякуючи чому, удельничать могут усе без выключения. Последние годы мы работаем над проектом «Софит» вместе с нашими партнёрами из Беларусского государственного педагогического университета и организации «Белабдиме». Это на самом деле потрясающий проект. Не было никакой зажатости, не было излишней скромности, много было энергии, творчества. Все получили удовольствие от процесса. Было действительно здорово. Основная умова у театральной постановцы повинны удельничать не только дети и молодые люди с особливостями развития. На рауне з ними у спектакли задеянищены профессийные музыканты, артисты, режиссёры, а так само супрацовники территориальных центров и областного коррекційного центра. Были задействованы родители, которые воспитывают деток с особенностями развития, и музыканты профессиональные. И все вместе проявляли себя с творческой стороны. Причём самое важное, пожалуй, что акцент делался не на особенностях, которые есть у ребят с ограниченными возможностями, а на их уникальном творческом потенциале. У такой приязной и доброзрачливой атмосферы акцент с диагнозу и перешкод переносится на махшимости и уникальные сдольности кожного. Боголовная мета проекта выявить потенциал «Людзей незалежно от их махшимости» и допомогти кожному знайсти свой уластный способ творчого самовыявления. Нам по-настоящему понравилось здесь работать. Мы получили невероятный опыт. Люди здесь очень открытые и творческие. Видно, люди здесь заинтересованы в том, чтобы что-то делать вместе. Им это очень нравится. Они получают от этого удовольствие, и это же самое главное. Вера Котляры, Валера Гапанько, телерадуй компания «Гомель». У Гомеля завершился третий открытый международный турнир по интеллектуальных гульнях «Фавор». У делу им приняли 17 команд школьников-знавцев из Беларуси и России. И они демонстровали свои веды у питаниях христианской истории и культуры. Наши корреспонденты с подробностями. Кульминационная частка международного турнира по интеллектуальных гульнях «Фавор» развернулася у студии телевизийной гульни «Эрудит-пятерка» телерадою компании «Гомель». И она трымалась гаражей. Почас запису подлетки с легкостью ориентовалися у питания христианской истории и культуры. Ключевая тема задания уведучих отычилась о життя и дейности проподобной Ефросини Полоцкой с подорожной новины православной церквы «Азбука Веры». После финального задания «Великий экран» перемогу телегульни Леонида Климовича отрымала команда из России. Спрашивалось о покровителе русской футбольной команды. Хотя его не существует. Команды сидели, гадали, пытались угадать, но оказалось, что никто не ответил. Мы на конкурсе впервые принимаем участие. Много лет мы ездили на конкурс в Крым «Зерно истины». Подобный конкурс знатоков посвященный православной культуре. Нам очень понравилось у вас. Мы были приятно удивлены организацией конкурса. У целом международный турнир по интеллектуальной угольнях «Фавор» накераван на садзейничании духовному, моральному и интеллектуальному развитию молоде. Поширение, умоцевание ведов школьников в уголене христианской культуры. Его организаторы упынены. Важно прививать навыки працы у коллективе, методами интеллектуально-угольнявой деянности. Все лето у делу в поборницах приняли 17 команд. Школьников-знауцев с Белоруссии и России. По выниках международного турнира «Фавор» были вызначены переможцы. На первой приступке пьедестала опынулась команда с Бреста. Другими стали гамельчане. На третьем месяце разместился Пинск. Переможцы отримали каштонные подарунки, а все без выключения, корыстные веды, яскравые эмоции и уражения, так само выдатную махчимость завестия новых сябров. Мы показываем, что мы в православии едины, что наша православная церковь это церковь любви и созидания. И поэтому присутствие из других государств детей сегодня нам дает уверенность в том, что будущее в нас есть, будущее в нашей дружбе, взаимоотношениях добрых, будущее, чтобы мы строили светлое, хорошее и доброе. Вероника Ворошилина, Юлия Брисовец, Валерия Панько, телерадо компания Гомель. У Гомельской областной универсальной библиотецы имя Ленина протягивается культурно-асветницкий проект «Год культуры библиотецы». Дякую чаяму на протягу 2016-х а молодые гамельчане смогут встретиться с многими ведомыми людьми мастатства и сами посправуют себе у творчасти. Удельниками проекту стали 25 студентов. Отправной кропкой была их встреча с мастатства знавцам, намесникам директора библиотечной установы Олега Мананьевым. Эстафету подхапил заслуженный дядь мастатства у Республики Беларусь Роберт Ландарский. Гомельский живописец распавел молодым людям про свой житевый творчий шлях. Юные суразмауцы отрымали парады от мастака, смогли убачить эскизы и готовые оригиналы его работ. Прежде всего это молодежь и я хотел, чтобы они как-то больше внимания удеряли даже искусству. В частности, как рисунок, как живопись, чтобы интересовались побольше. По сути дела, это бы сказалось на их культуре, на дальнейшем. Им это, я думаю, в жизни пригодилось бы. На гэтым пакулю все. У студии працавала Наталья Гнатенко. Усяго доброго и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин